привет всем добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео мы будем с вами делать вот такой макияж такой образ весенний что-то типа будем делать акцент на свежей расцветленной а очень легкой кожи здоровой и да будем отвлекаться от неприятных вещей карантина от того что мы не можем выйти на улицу от неприятных новостей в общем если вам интересно как я сделала такой макияж то оставайтесь со мной и покажу вам поближе глаза будем использовать косметичку вещению которую я показывал вам в предыдущем видео и да по если вы не смотрели мое видео обещание косметичка где подробно рассказываю какой косметика я буду пользоваться этой весной то обязательно посмотрите я вам оставлю ссылочку ну а сегодняшний макияж будет собственно выполнен вот всей этой косметики которую я показывала поэтому я не буду рассказывать вам долго о каждом средстве так как уже о них порассказывала вам и начнем мы вот с такого хайлайтера жидкого от белита его я нанесу на периферию лица там где в общем то нам нужно чтобы кожа сияла можно в принципе этот биби крем у то есть простите что говорю этот хайлайтер наносить и уже поверх тонального средства в общем то как хайлайтер но я люблю немножечко сделать этот шаг до тонального средства чтобы буквально чуть-чуть придать коже немножко больше сияния ну и наношу я его очень осторожно умеренно так далее я нанесу на т-зону вот такой праймер от простите от кика это у нас skin trainer сиси блэр в оттеночке light это силиконовый праймер я бы использую для того чтобы заполнить поры использую буквально вот столько девочки совсем мало так как много его не нужно в такими сглаживаю щи подтаптываем щи движениями сначала вот так наношу чтобы заполнились пор и а потом вот так вот сглаживаю чтобы было все равномерно нанесено также нанесу немножечко на нос остаточки и нанесу вот в эти складочки тоже чуть-чуть ну и да обязательно помним что после нанесения праймера должно пройти время праймер должен слиться с кожей поэтому я собственно это сейчас и сделаю я вернусь к вам сразу же после того как все так праймер наш высох и далее я буду наносить вот такой биби крем от миша в оттеночке 23 ко мне сегодня наконец-то пришла полноразмерная версия тестер который я показывала в прошлом видео я положила косметику для форс-мажора об этом будет отдельное видео и да вот столько примерно я бы давила в данный момент это много но я нанесу его и на шею кратенько вам хочу сказать об этом биби креме потому что в прошлом видео я о нем много не говорила он подстраивается под цвет лица он очень красиво лежит на коже дает такое очень естественное сияние что интересно что на моей смешанной склонной к жирности кожи девочки он лежит довольно матово и я не его вообще толком не припудриваю только этой зону только консилер а само лицо уже просто остатками я вам потом покажу как я это буду делать в общем то но я как бы не ожидала обычно биби крема я припудриваю очень очень интенсивно так как они очень щияющие ну а этот вот нет что еще о нем можно сказать такого примечательного это то что у него очень специфический но очень лично для меня приятный аромат отдушка что-то мне напоминает но пока не могу припомнить что вот и его такой самый огромный плюс помимо всего прочего это наличие spf его кстати можно так слегонько нанести и на область под глазами до чего для в общем-то spf буквально слегка и остаточки я нанесу на шею потому что у меня шея и лицо разных цветов разных оттенков точнее красивее будет сказать разных это не загорелости вот шея у меня светлее поэтому обязательно на шури ну что девочки биби крем нанесен вот можете увидеть как он лежит очень естественное покрытие особо он на сто процентов не скрывает естественно это биби крем поэтому от него мы это и не ожидаем он хорошо очень выравнивает цвет лица поэтому консилером я воспользуюсь слегка и начнем мы в общем-то с этой областью я буду использовать свой консилер от clorans instant concealer в оттеночке 01 буквально немножко он очень такой пластичный вот буквально столько я наношу а для замаскировки недостатков я воспользуюсь вот таким консилером от catrice в оттеночке 020 это у нас light beige нанесу его на те места которые мне не замаскировал биби крем их в общем-то и мало но будем маскировать все нам нужна красивая база и растушевывать я это буду вот такой кисточкой от 5 час от это на 142 консилер папа итак с корректирующими средствами мы закончили и теперь давайте внесем кремовые продукты а точнее румяна у меня это кика velvet touch creamy stick blush в оттеночке 07 это у нас вот такой оттенок такой довольно холодный я думаю что камера немножко неправильно передает его оттенок такой холодный розовый очень такой довольно светлый но на мою светлую после зимнюю кожу вполне достаточно такого такой интенсивности если слышите мяукающего кота это мой кот который пытается проникнуть сюда но ему сюда нельзя он съест все итак я буду использовать кисточку от часа об 110 фейс фейс шейп будем растушу наш блажь наш блажь теперь мы должны все это при пудрить использовать я буду пудру от мэри кей которая я говорила в предыдущем видео рассыпчатая прозрачная пудра буду использовать очень стратегически эту пудру вот такой кисточкой от реалти книг с я нанесу ее на область вокруг под глазами простите закрепил наш консилер потом еще той же кисточкой нанесу аккуратненько на т-зону на нос на подбородок а теперь я возьму уже большую пушистую кисть и буквально слегка капелюшку нанесу на все остальное лицо видите совсем буквально чтобы немножечко перепорошить наш наши кремовые продукты baby крем на чтобы он немножечко уселся и потом чтобы наши все средства которые мы будем впоследствии использовать хорошо тушевались и так девчонки далее я бы использовать вот такой бронзер от флор мара в оттеночке by 01 golden pink sand о котором я уже говорила в прошлом видео люблю очень этот бронзер покажу вам быстренько оттенок огромный такой гигантский и слегка совсем буду наносить на скулы вот таком направлении чтобы лицу придавать немножко эффект лифтинга и не забываем про шею теперь воспользуемся вот такими румянами от буржуа в оттеночке 95 это у нас такие прелестные мерцающие блестящие румяна буду наносить их вот такой кисточкой под часть от это у нас 127 лакс и чик слегка эти румяна придадут нашим щечкам сияние такое умеренное самое главное что они нам дадут к это живость такую жизнь который не совсем кожи хватает после зимний период надеюсь что вам видно как щечка заиграла хорошенечко растушую я потушу еще это той же кистью которая наносила бронзер и теперь хайлайтер вот такой от мега поведущим в оттеночке где-то деваль нанесу его моей любимицей от инглот это у нас 4s надеюсь что вам видно очень красивый хайлайтер такой дает эффект мокрой кожи немножечко вот сюда над верхней губой и все готово и время приступать к глазам в качестве базы я нанесу мою базу от меглот это а еще релки по как я уже говорила в предыдущем видео я больше никогда не буду использовать консилер в качестве базы так как это неправильно консилер благодаря своим ухаживающим компонентам не выдерживает тот жир который наша кожа выделяет и в конце концов наши тени расплываются и не держится я уже в этом убедилась и не раз эти тренды ютуба не совсем всегда нам идут на пользу девочки поэтому да используйте базы база очень хорошая есть у них и чты я помню и пользовалась с удовольствием очень она хорошего качества ну а вот это один год она тоже очень классная на нить и не держится как прибитая весь день единственное что она не перекрывает венки у нее нет оттенка она такая прозрачная но тоже очень хорошая на каждый день очень-очень классная итак давайте приступим наконец-то к теням я воспользуюсь прозрачной пудрой чтобы немножечко базу закрепить буквально слегка тоже все пудра от мэри кей ну а теперь я воспользуюсь тенями от мэйка проведущих коллаборации с польским блогером кит улиц здесь я уже показывал их вам здесь расстелены они на теплые оттенки холодные я воспользуюсь палеточкой теплой здесь вот такие оттеночки очень базовые я бы сказала что нам отсюда нужно нам нужен оттеночек переходный вот такой я возьму оттеночек и нанесу его в складочку кисточка у меня хоть релуи растушевочная натуральный ворс тот же самый оттенок я нанесу на нижнее веко все той же кисточкой аккуратненько далее девчонки вот такой кисточкой моей старушечкой от и фраше я нанесу вот такой оттенок во внешний уголок самая базовая просто вещь в мире нам это нужно просто для придания формы века и сейчас буду все той же кисточкой нашей по 3 вы его растушевывать немножечко добавляя нашего переходного оттенка так девчонки готова мы потом подправим нашу тушевочку консилером и все тот же темный оттенок я нанесу на нижнее веко очень концентрированно потом его раз тушу я растушу и вот такой кисточкой ну и из натурального ворса и все тем же нашим переходным оттенком я его слегка потушу и чтобы понять до куда можно вести тушевку теней у меня такой секретик это можно сделать прищурившись когда вы прищуриваетесь вы видите где заканчивается ваша скажем так ваш глаз яблоко глазное и вот до туда можно спокойно вести тушевку так готова теперь мы возьмем возьму вот такую малютку от часа у нас это 237 детей л сейдер малю пусенькая очень классная кисточка и возьму наш самый первый оттенок золотистый и нанесу его на внутреннюю часть века и так девчонки готова сейчас той же самой нашей кисточкой которой мы оформляли складочку и нашим переходным оттенком я еще раз все это потушу и чтобы не было резкого перехода от шиммерного оттенка к матовым так нам осталось нанести во внешнюю во внутренне простите уголок хайлайтер нанесу я все тот же наш хайлайтер от make up revolution и теперь девочки подправлю немножечко тушевочку буквально капелюшечку консилера от catrice аккуратненько подправляю форму и так я закончила тушевку подправила форму добавила еще наш хайлайтер подбров и теперь приступим к выполнению стрелочек в общем скажем так центральной части этого макияжа и хочу я для этого использовать карандашики от релуи в двух оттенках этот у нас оттенок оливкаки у него тут номер 05 и этот у нас коричневый chocolate оттенок у него в общем 05 и 02 что мы сделаем из внутреннего уголочка глаза до середины века стрелочка у нас будет зеленая оливковая остальная часть стрелочки будет коричневой и начну я именно с зеленого значит что я сделаю я аккуратненько проведу сначала самим карандашом начну скажем так стрелочку он очень мягонький очень легко его наносить а сейчас девчонки попробую добавить интенсивности нанесу карандашик на кисть тем в принципе и так хорошо наносится но посмотрим смогу ли я его сделать более интенсивным и теперь я сменю карандаш на коричневый имя кстати сразу же проработаю чтобы не забыться водную линию и межресничное пространство кстати и теперь возьму чистенькую кисть и кисточкой доделаю нашу стрелочку от центра и до самого хвостика она у нас будет коричневая итак девочки я нанесла остальную часть стрелочки коричневым карандашом и теперь очень важно проработать границу между двумя оттенками чтобы это все было эстетично и опять я беру кисточку которой наносила зеленый карандаш и подправлю границу наших зеленого и коричневого и так готово и было бы все очень грустно если бы мы так все оставили потому что цветовая передача не та которая нам нужна нам нужна яркая стрелочка поэтому что мы сделаем мы закрепим нашу стрелочку тенями для закрепления зеленого цвета я воспользуюсь вот такой палеточкой от make up revolution называется она empire это моя одна из самых последних приобретенных палеток и так нанесу вот такой оттеночек он очень похож на наш карандашик такой оливковый золотистый оливковый вот такой малюсенькой с кожаной кисточкой и сейчас почищу кисточку помощью моего бублика это бублик и закреплю остальную часть нашей стрелочки тенюшками из палеточки вот этот вот и я закреплю остальную нашу стрелочку осталось нам оформить реснички и брови и на этом будет наш образ закончен забыли мы с вами нанести наш карандаш зелененький на водную линию внизу на нижнем веке оформлен брови карандашик от люкс визаж в оттеночке 102 и остался нам гель это мне было дизайн прозрачный гель для ресниц и бровей то девчонки остались у нас губы их я форму с помощью карандашика от релуи в оттеночке 11 и блеска для губ тоже от релуи в оттеночке 0 в оттеночке 17 шедевр и рима это девчонки надеюсь что вам понравилось это видео и что оно было для вас полезным не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропустить новые видео если вам это видео понравилось ставьте лайк и до встречи в новых видео пока пока